МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студенческая универсиада. Министерство по делам молодежи Карачао-Черкесской республики совместно с автономной некоммерческой организацией «Майя карьера» и Академией спорта народа «Абаза» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи приготовили для вас настоящий праздник спорта и соревнований. Студенты высших и среднеспециальных учебных заведений продемонстрируют свое мастерство в девяти различных видах спорта. Это будет настоящий вызов и проверка на силу и ловкость. Ваша поддержка будет важна для каждого участника. 34 года назад Краснополянская опытная станция «Пчеловодство» выказала намерение начать опыты на пчелиных семьях по использованию аммиачной селитры. Однако по непредвиденным обстоятельствам опыты так и не были проведены. О своем решении завершить исследование, начатое еще в 1988 году, нам расскажет гость сегодняшнего выпуска Мадина Чаумаева. Добрый день, Мадина! Добрый день! Расскажите немного о себе и о том, как же пришла идея принять участие в таком проекте. Ведь пчеловодство – это довольно нетипичная сфера деятельности для девушки. Вы совершенно правы. Вообще, меня это пчеловодство начало интересовать в 2014 году, после окончания университета. Много моих родственников, братьев, дядь были пчеловодами. И потихоньку, потихоньку, как-то я тоже влилась в их коллектив. Мои первые улья мне подарил мой брат. И так мы начали работать. Вы продолжили семейное дело, получается? Получается, да. В процессе работы возникало много проблем с подсадкой пчелиной королевы. И мы искали решение этой проблемы. И наткнулись на статью об аммиачной селитре. То, что вы уже сказали. На базе Краснополянской опытной станции. Но так как они не завершили исследование, нам захотелось это завершить. Мадин, я так понимаю, что ты опытным путем выявила оптимальную дозу оксида азота, негубительного для пчелиной семьи. Ну да. Целью нашего проекта, ну одной из целей нашего проекта, было именно выведение оптимальной дозы для облегчения подсадки матки в пчелиную семью, а также для выкачивания меда из злобных семей, но медовитых семей. Так как если бы это были не медовитые, допустим, семьи, то мы бы могли их отбраковать и все. Но так как они дают много меда, нам приходится их усыплять. Ну, не приходится, а попробовали их усыплять. И так у них откачивать мед. Как бы эксперимент удался. Данные мы будем систематизировать и публиковать в интернете, на сайтах пчеловодов. В общий доступ, чтобы все пчеловоды Российской Федерации могли воспользоваться этими данными. Опиши, пожалуйста, суть процесса использования оксида азота. Оксид азота выделяется из аммиачной селитры. То есть мы берем аммиачную селитру, добавляем ее в сублиматор или же в дымарь. И при нагревании до 200 градусов из аммиачной селитры получается пар, ну, вода, и оксид азота. Этим паром мы окуриваем пчел, они засыпают, и мы подсаживаем матку. Потом, когда они уже просыпаются, пчелки, они принимают матку за свою. То есть проблем с подсаживанием нет. Но единственное, если спутать дозу, и также зависеть от породы пчел, ну, есть маленький нюанс, который мы будем потом публиковать, они бывают немного злобные. Ну, там на пару часов где-то, может, на пару дней. А некоторые, наоборот, вялые бывают пчелки. Ну, в общем, мы как-то опубликуем это, как конкретно справиться с этим. То есть это будет какая-то методическая рекомендация для пчеловодов? Какие же общественно значимые проблемы решает данный проект? Ну, так как намного облегчается, оптимизируется процесс пчеловодства, ну, например, если обычным путем подсадить матку, то это может занять 2-3 недели, а то и месяц. Но и так как семьи без матки, они долго не могут быть, они слабеют тоже. И систематизировав, оптимизировав, точнее, этот процесс, мы помогаем заинтересованным людям еще легче влиться в процесс пчеловодства. Тем самым развиваем сельское хозяйство нашей страны, а также поддерживаем экологию. Ну, расскажи, пожалуйста, на какой стадии находится сейчас реализация проекта и какая работа уже осталась за плечами. На нами были реализованы практически все этапы проекта. Сейчас мы готовим пчелу к зимовке. И единственное, что осталось, это заключительный этап опубликовать систематизированные данные. Мадин, скажи, пожалуйста, а где же вы будете публиковать, например, пчеловоду, которому интересен данный метод, чтобы он мог беспрепятственно зайти на сайт, скачать, скажем, вашу методическую рекомендацию, если такая имеется? Ну, в нашем проекте были указаны сайты, на которых мы будем публиковать. Это пять сайтов общедоступных. Как пчеловод.рф, например, apitoria.ru и так далее. Ну, в принципе, если просто забить этот вопрос, в интернете можно будет найти ответ, так как мы будем публиковать именно на распространенных сайтах для пчеловодов. Немного ранее ты говорила о своей команде. Как мы знаем, что немаловажную роль играет команда в реализации проекта. Расскажи немного о своей команде. Ну, начнем с того, что... Точнее, я уже об этом рассказала чуток. Мой брат, он как бы сыграл основную роль в моем желании тоже. И с идеей проекта тоже поддержал он меня. И реализовать тоже помог он со своими друзьями-пчеловодами. Ну, естественно, у всех пчеловодов есть своя компашка, как бы. И они мне помогли с реализацией проекта. После завершения нашего проекта мы отправляем наших пчел на зимовку и собираемся в дальнейшем работать с ними. Также мы собираемся обучать желающих, интересующихся людей пчеловодству, чтобы как-то поддержать молодое поколение, чтобы они могли получать заработок, чтобы поддержать сельское хозяйство нашей республики. Тем более наш регион славится благоприятными условиями для пчеловодов. Вадим, подскажи, как можно стажеру записаться к вам на урок, если можно так назвать, на обучение? Мы этот момент еще будем разрабатывать. Когда мы определимся с датой, с местом проведения обучения, мы опубликуем информацию на моей странице ВКонтакте, которую можно найти под именем Мадина Чумаева. Соответственно. Мадина, скажи, пожалуйста, возникали ли сложности при написании данной заявки? Некоторые моменты были, некоторые сложности были, но мы же были на Махаре, на форуме. Нам помогали эксперты, обучали нас, как правильно оформить нашу заявку. И в итоге получилось все нормально. На странице Министерства молодежи в Телеграме публикуются различные форумы, проходящие в нашей республике. Да, и за пределами нашей республики. И когда мне предстояло выбрать форум, чтобы поддержать наш проект, я выбрала форум Махара. Форум проходит уже много лет. Я там была в первый раз. Расскажи о своих впечатлениях о форуме. Конечно, неделя без интернета была очень хорошо. Мы отдохнули от суеты. И, честно сказать, даже понервничали. Все-таки защита проекта – это очень серьезно. Эксперты задавали свои вопросы. Надо было отвечать, не нервничать. Тем более в очном формате у вас защита. Но благо все прошло хорошо. Также там было очень много спикеров. Было очень много полезной, интересной информации. Были лекции по психологии, были лекции на природе. То есть не в такой официальной обстановке, а… Более неформальной. Да, в более неформальной обстановке, чтобы людям и студентам было интересно. Что запомнилось больше всего? Ну, больше всего, наверное, запомнилась… Сама защита? Да. Ну, честно, я очень перенервничала. Хотя и зря, потому что эксперты тоже старались поддержать в любом случае. Ну, это тоже был очень хороший опыт для меня. Мадин, есть ли у тебя в планах принять участие в каком-либо новом форуме? Ну, на сегодняшний день пока у меня таких планов нет. Но там, что и как будет, может, опять какая-то интересная идея в голову придет. И вполне возможно, что мы ее тоже реализуем. Тем более ты опытный уже руководитель. Ну да. И знаешь все стадии защиты проекта. И, я думаю, без труда справишься с этой задачей. Да, лишь бы была идея. Согласна. Мадин, благодарю тебя за интересное интервью. Пусть твой проект будет полезным для пчеловодов в нашей республике. Спасибо большое. И мы на это надеемся. Наш следующий гость в передаче «Проектная мастерская» – учитель физической культуры гимназии номер 4 города Карачаевска. А также автор и руководитель проекта «Футбол под звездами» Шамиль Хапаев. Шамиль, приветствую тебя в нашей студии. Здравствуйте. Очевидно, что идея создания проекта связана с твоей профессиональной деятельностью. И отметим, что это твой первый проект. Расскажи, с какими трудностями ты, может быть, столкнулся во время написания заявки. И главное, на какой площадке его защитил. Я студент, учусь на магистратуре в КЧГУ. Нам анонсировали, что будет высокогорный форум «Махар». И я заметил, что там будет первый на базе этого форума грантовый конкурс. Работаю в гимназии номер 4, где находится площадка. Там я столкнулся с такой проблемой. Ну, мы и тренируемся там, я еще работаю. То есть днем там проходит учебный процесс до 3-4 часов где-то. А после уже младшие группы по футболу, они тренируются до 6-7 вечера. И остальным, то есть более взрослому поколению, то есть, по сути, не остается время для тренировки и для подготовки каких-то соревнований. И вот эта идея, я столкнулся с этой проблемой. И идея то, что вот на базе форума «Махар» пройдет первый грантовый конкурс. Эта идея у меня как-то замкнулась, и я решился на это, на написание этого проекта. При написании заявки, ну, проблемы были, наверное, как у всех. Я, ну, первый раз и точности не понимал, как и что надо расписывать в самом проекте. То есть, у меня была идея. Я понимал в голове, что у меня есть вот такая-то идея, что там нужно освещение. Ну, как расписать в точности, там, смету, партнеров подобрать, команду подобрать. Например, элементарно, там же технические работы какие-то, там, ток проводить. Это, ну, нужны уже специалисты. У меня была идея, но всего этого я не понимал, как это делать. Соответственно, я набрал команду, посоветовал себя с опытными людьми, и в конце результат, что успешно за счетку приедет. Давай расскажем поподробнее, в чем же состоит уникальность данного проекта. Ну, то есть, другими словами, это какую проблему решает твой проект? Ну, проблема, она в городе сейчас такова, что центральный стадион главный, он на реконструкции, и остается вот эта площадка, которая находится на территории гимназии. Но, как я упомянул, там времени в вечернее время и ночное время не остается так, как там освещения не было. И он решает такую проблему, что вот элементарно в городе команда Кочеглу есть по футболу, и сама команда города Карачаевска есть по футболу. То есть, две команды уже любительские, подросткового и взрослого уровня. Детям время остается тренироваться, а этим двум командам времени вообще не остается. Тем самым мы решили проблему не ездить куда-то в соседние регионы, аулы тренироваться, а осветить эту площадку, и чтобы на месте никуда не ездить тренироваться. Ну, получается, что желающих погонять мяч гораздо больше, чем может принять футбольное поле в дневное время. Желающих погонять мяч очень много. Вот у нас на данный момент собралось семь команд, и это еще не все с заявками. Это уже более 70 человек, участников, если в совокупности всех врать. А так желающих очень много. Это только с Карачаевского городского округа команда. Столько команд будет собралось. Вот раз мы затронули тему команд, я знаю, что вы готовитесь к турниру. Расскажи об этом подробнее. Ну, турнир будет... Начало открытия турнира 21-го числа. Всех желающих приглашаю. С Карачаевского городского округа, соответственно. Турнир начнется 21-го числа в вечернее время. То есть это где-то с 19.00 и дальше. Турнир будет проходить по круговой системе. То есть каждая команда сыграет с каждой командой. И в конце мы выявим победителя. В конце награждения, почетные грамоты, призы. И турнир продлится где-то 9-10 дней. Ну и все. А как часто планируете проводить турниры в рамках проекта? Ну, турнир, мы надеемся, что он будет ежегодным. Чтобы каждый день это вошло в традицию. И тем самым младшее поколение занимало спортом. В работу проекта вовлекается команда. Ты немного затрагивал эту тему. Хочется подробнее узнать о твоей команде. Как она тебе помогала? Да, конечно. Я считаю, что моя команда одна из самых таких в этом деле. В моей команде был Альберт Гугуев. Он отвечал за набор участников, заявки. Вот этими всеми делами занимался. Была Токова Фатима. Она занималась СМИ и социальными сетями. Был Роберт Баскаев. Он помогал с волонтерским корпусом. Был Наурус Капушев. Он мне помогал с судейским корпусом. Был преподаватель Качкаров Энгельса, Вяческий факультет физической культуры. Он нам объяснил правильность соревновательного процесса. Как подобрать команды. То есть возраст. У нас возраст в основном это студенты от 17 до 22 лет. Вот он объяснил, как правильно будет подобрать команды и составить жеребьевку. Скажи, как можно принять участие в турнире? Участие можно принять. Это просто связаться с нами и подать заявку. То есть команда из Карачаевского городского округа, я думаю, проблем не будет. А если, ну, с другого. Альберт Гугуев, член моей команды, он занимается набором участников, приемом заявок. Можете связаться с ним и договоримся. Думаю, проблем не будет составить. Понимаю, что еще данный проект не реализован до конца. Но все-таки хочется узнать, есть ли у тебя задумки для какие-либо идеи, для участия в новом конкурсе. Тем более сейчас идет набор заявок на Росмолодежь Грант и второй сезон. Возможно, ты знаешь, до 24 сентября. Может быть, ты успеешь к этому конкурсу. Да, я думал об этом. Если я успешно сдам отчет до 24 числа, я собираюсь подать еще заводочную форму. У меня есть идея. У меня есть неурочные часы в нашей школе. Я там тренирую волейбол, то есть школьников школьного возраста, девочек. Вот мы недавно с девочками выступали по пляжному волейболу. Заняли первое место в лиге «Лайт». То есть это упрощенное для новичков. И у нас в городе как таковой площадки для пляжного волейбола нету вообще никакой. И я вот думаю, если у меня получится успеть сдать отчет в срок, я, наверное, подам заявку на строительство и сооружение, соответственно, данной площадки. Если у меня получится, я собираюсь это сделать. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Карачаевский государственный университет, администрацию города Карачаевска и, в частности, телеканал Архаз-24 за то, что помогаете освещать данные проекты. И тем самым люди узнают, что 21 числа в городе Карачаевске пройдут соревнования по футболу. Спасибо тебе, Шамиль, за участие в нашей передаче. Уверена, что юные футболисты ждут с нетерпением реализации данного проекта и примут участие в турнире по любительскому футболу. Я надеюсь на это. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok